какого показать сегодня может быть это а может все-таки вот это а знаете что покажу вам все сразу времени хватит на все в этом видео вы увидите какими разработками мы занимаемся чтобы обезопасить свой город а также иметь тут будет хуйня из-за которой артур постоянно телепортируется нажимаю на удочку огромную силу я вроде запретил блять всякие суп рессорсен и как наш город отвечает и что делать со своими обидчиками нихуяся так как сервер у нас не только про игру в кубы а также про социальное взаимодействие между людьми ну и очевидно без конфликтов тут никак не обойтись а если у тебя есть городу там вообще а если ты заместитель президента то тебя у боятся и меньше на тебя быкуют и город да кто по прошлым видосам не понял поясняю вот он до имеется ну и короче в чем собственно дело на нашей границе стоит город ну как сказать у нас с ними есть некий конфликт но и не поприкалываться над этим городом с которым у нас конкур от драм я не мои жители не могут а все началось чего а нет еще не началась вот теперь другое дело значит посмотрите что они высрали после моего видоса то есть какашечная граница десен вефель ключевое слово какашечная ну и что же мы придумали взять и залить на границе лавокаст огромную стену так сказать сделать для тех кто не понял этот лавокаст предназначен для того чтобы просто поприкалываться над этим городом так как его прекрасно видно прямо из самого города и открывается блять не ну ладно это хорошо такой прекрасный вид на этот пейзаж почему спами не сосать причем тут вообще вагаз мы планировали залить по всей длине нашей общей границы от самой высокой точки мира однако где-то он выше где-то ниже где-то есть вообще огромные просветы позже вы узнаете почему именно так мы и оставили но заебись блять это стена это типа пограничная стена столбики по лайту было теперь мы так вот будем вокруг всей границы стену такую возводить как вам оценку ну вот мы и залили этот лавокаст от самой верхней точке мира до земли правда потом эта стена нам помешает другом проекте в каком таком проекте да вот в этом вот это коробина я заряжаю как всегда ловите и что это такое а сейчас все расскажу в этот раз мы построили пушку который умеет наводиться по координатам ну как мы построили этот прекрасный человек нам ее сделал пушка не имеет ограничений по дальности принцип работы у нее такой же как и у нашей первой версии но первая версия стреляла только по прямой а это по координатам умеет как она работает ну типа вверх и и вот так артиллерии ну как я уже ранее сказал как и прошлое вы можете посмотреть мое прошлое видео про пушку вот она смотрите вагонетка опять выступают роли детектора лазичанка когда выходишь за прогрузку загорается вот эта лампочка теперь дюплки динамита не одна а целых три две из них служит чтобы задать вектор полета динамита задать скорость и направление а третья служит самим зарядом все это очень гибко настраивая вообще класс в натуре за и бомба хотел пару кадров снять а тут мои были а тут короче мои насрали арбузами вот придется убирать для красивой картинки так топор жестко блять он с этим ручок это основным играет вы видели что блять на маленькие кусочки рассыпается к имеет ограничение дальности полета динамита в 3 миллиона блоков хотя не такой уж это ограничение верно я его факту на испытывать игра и границы ты вот тут как раз нам стена и 3 шалон ну потому что динамит не умеет пролетать сквозь блоки очевидно благо мы заранее подумали оставили просветы в стене сработала пушка не с первого раза и динамит разлетался в разные стороны а все из-за того что перестроить правильно нас первого раза не получилось все исправив выстрел и попадание цель пушка работы испытать пушку мы решили как раз таки на городе к северу от лавакаста но что взрывы пока что на сервере отключены и мы им ничего не сломали а вообще я думаю на сегодня закончить прикольдесами над этим бедным городом и переходить уже к более серьезным вещам она может дать пушка имеет обзор только 90 градусов и во все стороны света она стреляет к сожалению не умеет но не все так плохо блядь на тоже 90 градусов это хуйня решение включать себя четыре пушки образуют настоящую орбиталку а который наш город шел несколько месяцев и теперь взору наших орудий открывается весь сервер я буквально могу послать снаряд динамитов в любую точку в любой город нашего сервера ну знаете у нас один минус нужно ждать пока она зарядится смога и чем дальше цель тем дольше приходится ждать поэтому вот что я сделал и так она выглядит достаточно ну вроде массивно прикольно но как по мне это скучновато красить ожидания от заряда пушки то есть ну вот не тупо здесь стоять и бегать как и а что нибудь делать и хотя бы рыбалка в итоге не казино то есть покерный стол чтобы можно было играть с ребятами пока ждешь а ждать нам приходится очень долго например до цели которую вам покажу чуть чуть попозже мы ждали заряда около часа но ну и понятно нам пришлось надюбить свыше 15000 динамита но эмоция того что работает эта пушка она того стоит нихуя на самом деле три пушки уже готова то есть от ночью наверно не часто дождать полу блять или даже минут 20 потому что тпс и лучше твердый я сейчас хочу почистить вот от этих вспомогательных платформ а также как раз построить развлекательную комнату остальным займутся уже мои жители показывать вам весь процесс постройки как мы это все делали я не буду потому что ну идите это никому не интересно тупо смотреть как тело ставят блоки ну развлечение такое сомнения и бомба а пока приступим к постройке самой покерной зоны и снесем вот это вот лично я сделал игральную комнату сделал непростейший механизм перемешки карты игральный стол на четыре человека все это должно помочь нам скрасить ожидания пушка заряжается реально долго пару партей к покерам нам не помешает ну и все осталось это просто перенести на сервер вот моя орбитальная пушка собственно были красивая до шейдера включу у вас наверно возникает ничего лучше даст а почему мы не можем использовать те пушки которые уже придумали до нас к сожалению те механики которые там используются на сервере не работают и нам приходится изворачиваться и блядь неужели у нас есть какой-то а как вводить координаты как понять мне вот я в блядь же я хочу чтобы он полосить и выстрелил или я задачу с другим вопросом на ком все это используют на мне без особого повода стрелять нехорошо да и на дальнее расстояние нам не научиться протестить и тут я вспомню недавно жители города столицы совсем охуели а именно украли нашу постройку и в ходе небольших пакостей друг другу они сделали вот это оскорбление для испытаний найдены тестим а как они узнают около часа мы ждали пока пушка зарядится очень было волнительно а вдруг снаряд не прилетит ведь там образовалась целая толпа и они ждут и смотрят им сейчас она не прилетит но вы скажите ребятам что мы координаты неправильно задали она в другую сторону все сюда я прогуга реально прилетела нихуя не опозорились там чат хуйня какая-то а что собственно произошло да так динамит всего лишь прилетел 12 тысяч блоков до города причем его не надо весь путь прогружать это еще одно достоинство наши бляжи вот это мне интересно как это происходит и что динамит сразу после выстрела оказывается на нужных нам координатах так а какой итог всего этого пушкой масса я взрыв вообще хуйня взрыв ты его показал полсекунды самого взрыва это еще такая хуйня есть довольны правда еще много моментов нужно исправлять например иногда ее разброс от нужной нам точки это пять блоков достаточно много или то что в одиночном мире она стреляет вот такой от полоской а на сервере почему-то сгруппированный пачкой динамита нихуя я бы наверно знаете что посоветовал бы сделать так чтоб она вдруг ну как прилетала и за ней еще потом прилетала чтобы у человека сносила тотем и за тотемом потом еще и сносила хп ну этим мы займемся уже потом ну что ж вот и конец видео на дельяну я покажу вас варить вы знаете что делать также я спрашивал себя в сообществе про ваши комментарии поэтому вот ты зачем навязываешь идеи сатанизма прости больше не буду мне так дьявол охуенно соси брать а ты skip мой прошлый донат на рост я специально подписчик я специально прости ты меня спалил что я это сделал специально